Тема 729 Нейлановые ошейники для собак Просматривая периодически ходовые товары на ЕЦИ, я подыскиваю рукоделье, которое доступно в исполнении всем и результаты которого можно продавать везде, что в своем городе, что через интернет, что за рубеж И вот вчера нашла очередной такой товар, с которым справится даже тот, кто не держал в руках ни одного рукодельного инструмента, хотя нужно хоть чуть-чуть уметь делать строчки на швейной машинке Это не те ошейники, которые продаются в некоторых собачьих магазинах, они слишком скучны и однообразны Хотя конструкция одинаковая, и фабричные ошейники можно использовать в качестве образца Я говорю об индивидуальных ошейниках, которые могут существовать в единичном экземпляре, или в ограниченном Исполнении При этом они такие милые, так умиляют хозяина собаки, что он готов ждать несколько дней, пока его заказ придет из интернет-магазина А разница между фабричными и рукодельными ошейниками в том, что в рукодельном варианте поверх нейлоновой ленты прошита лента с милым, или забавным, рисунком Все составные части этого ошейника можно купить отдельно и соединить вместе в любой комбинации Из чего состоит нейлоновый ошейник? 1. Основа – нейлоновая стропа, нейлон-едвинг Точно не знаю, как по-русски будет звучать слово «едвинг», но на сайтах рукодельников это слово звучит именно как стропа Купить нейлоновую стропу можно, например, в интернет В магазине Мага в Пунта.ру, по цене от 5 до 11 рублей за метр, цена зависит от ширины стропы, продается матками по 25, 50, 100 метров 2. Поверх нейлоновой стропы пришивается, бесцветными или другими нитками, репсовая лента, риббон По-английски риббон переводится как «просто лента», но посмотрев на сайты рукодельников, я увидела, что именно репсовые ленты, с картинками, используются для подобного рукоделья Репсовую ленту вы можете купить либо в местных рукодельных магазинах, либо в интернет-магазинах, например, рукоделии Гуен Пэнзэ Пунта.ру, либо на ярмарке мастеров, Ливи Мастер Пунта.ру Судя по всему, мастерицы с яем покупают эти ленты в Европе, потому что меры длины считают ярд Английская мера длины, равная 91 см И ленты эти намного красивее тех, что продаются в наших российских магазинах У российских рукодельников такие ленты стоят примерно 35 рублей за ярд Если вы сами найдете иностранные магазины, продающие такие ленты, сможете покупать для себя дешевле 3. Для изготовления нейланового ошейника вам еще понадобятся пластиковые пряжки-застежки, пластицы и чкрыля сябучкли Купить их, наверное, можно у китайцев, например, через Алиях Пресс Пунта.ком Получится примерно 50 рублей за одну штуку 4. И металлическое кольцо, Елдет Деринг, для соединения Ошейника с поводком Его, наверное, тоже у китайцев можно купить Вот таким образом, запасясь наборами репсовых лент, разноцветными нейлановыми стропами, такими же разноцветными пластиковыми застежками, которые по цвету можно не согласовывать с нейлановой стропой или рисунком Так будет даже интереснее, и металлическими кольцами, можно собирать у себя на коленках самые разнообразные ошейники для собак Качество такого ошейника, практически фабричное, а сборка, ручная, то есть индивидуальное и неповторимое Если вы скажете, да на Алиях Пресс уже и так все есть Я отвечу, точно таких ошейников там нет Потому что не будут китайцы подбирать желтую картинку с машинками Красной нейлановой стропе и синей застежке, фантазии у них не хватит, и делать каждый ошейник в единичном экземпляре Кто надеется на китайцев, да ради бога А в это время рукодельники, мало с ними знакомые, делают подобные ошейники и продают их на ЕЦ каждый день по 10 штук Например, вот эта рукодельница, ец.комбаррошопбаррадайдакдисигэнэсцомя, чьи ошейники я как раз и привела в данной статье в качестве примера Она их делает уже 6 лет и за это время продала около 19 тысяч штук по 15-17 долларов Сами посчитайте, сколько это выходит в день в штуках и в долларах Будут ли покупать такие ошейники в России? А почему нет? Российские любители животных не хуже Зарубежных любят своих собак и стараются и одеть их по-нарядному, и украсить по возможности Пока я искала информацию по этим ошейникам, встречала на форумах сообщения, как они заказывают их у рукодельников и готовы ждать несколько дней изготовления Не хотите продавать в России? Продавайте за рубеж Будут ли покупать такие ошейники у россиян за рубежом? Я нашла украинского рукодельника, ец.комбаррошоббаррачолардеретчейра парентесисцомя, который делает кожаные ошейники, не такие, как описаны в данной статье, но такие же красивые Они у него еще и именные Этот рукодельник продает свои ошейники на ец 3 года, и у него более 11 тысяч продаж Это ли не доказательство того, что не важно, кто делает собачьи ошейники, откуда их шлет и сколько дней они идут до получателя Главное, чтобы они были красивые, качественные и по приемлемой цене Поэтому если вам еще не по силам шить востребованные женские сумки, рюкзаки и эстетичные кожаные браслеты, можете взяться за ней лановые ошейники для собак Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»